Рост выпуска производственного сектора Китая продолжает замедляться вслед за ослаблением внешнего спроса, требует властей более агрессивного кредитного смягчения, увеличения фискальных расходов и скорейшего возвращения к обсуждению торговой сделки с США. Промышленный выпуск увеличился всего на 4,4% в августе по сравнению с прошлым годом, что стало самым низким значением с 2002 года. В конечном итоге слабость экспорта перекинулась на другие компоненты выпуска, потребления, капитальные инвестиции и инвестиции в жилищное строительство. Розничные продажи не оправдали ожидания, укрепившись на 7,5% вместо 7,9%. Темп роста капитальных вложений упал до 5,5% за первые 8 месяцев, не оправдав ожиданий, а инвестиции в жилье отстают от прогнозов уже шестой месяц подряд Китая. Данные показывают, что меры стимулирования, которые предприняло китайское правительство, подключая увеличение фрактурных расходов, а также снижение нормы регулирования последовательной, они недостаточны для оккупирования шока во внешней торговле и препятствия структурному ослаблению китайской экономики. Есть риск, что к этим проблемам добавится шок нефтенового рынка, который произошел в субботу, и если восстановление производства Саудовской Аравии после атаки займет несколько месяцев, не исключено, что среди контрмербанка Китая будет снижение среднесрочной ставки по кредитам во вторник, это должно ослабить неприятие к резку, вызванное резким угрожанием цен на нефтеновом рынке. А Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти в Китае, это можно видеть из-за динамики роста потребления нефти в Китае, а также каков вклад вносит каждый производитель нефти в поставки данного энергосурса в Китай. И, естественно, краткосрочно дестабилизирующий эффект перебоя в производстве королевства, он неизбежен. В конечном итоге ожидание длительности дефицита и соответствующее укрепление унесенных цен, то есть насколько долго они будут стояться на повышенном уровне, они будут зависеть от ценки ущерба и длительности ремонтных работ, разрушенных МПЗ в Саудовской Аравии. Ведь в краткосрочной перспективе Саудовская Аравия может компенсировать падение добычи, продажи запасов, которые по оценке МРА находятся на уровне 91 млн баррель. А также за действованием свободных мощностей других поставщиков в Китае, это Россия, Объединенные Русские Эмираты и Кувейт, на данный момент свободные мощности данных стран составляют около 700 тысяч баррелей в день. Ответ американских производителей, который станет известен в среду из отчета Агентства по энергетической информации США, а также решение администрации США об использовании стратегических озервов для стабилизации нефтяного рынка, они также смогут ослабить опасения, связанные с перебоем поставок королевства. Данные, публикованные в понедельник по китайской экономике, решительно отнимают надежду на отскок экономики Китая в четвертом квартале. City Group понизил прогноз роста с 6,3% до 6,2% в 2019 году и с 6% до 5,8% в 2020 году, указав на меньшую уверенность в восстановлении розничных продаж и инфраструктурных расходов, которые с недавнего времени являлись основными драйверами китайской экономики. Банк Китая понизил, но понижал норму развивления последовательно для банков, и она дошла до самого низкого уровня с 2007 года, но банк пытается отсрочить все-таки более широкое сокращение стоимости заимствования через кредитную ставку, вероятно, дожидаясь решения Пресс. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среднем.